Добрый вечер! Сегодня новая тема от Ивана Павловича Немывакина. Основные правила питания. Жить надо не для того, чтобы есть, а есть для того, чтобы жить. Это сказал Сократ. Соотношение продуктов должно быть таким. Растительной пищи 50-60%. Чем больше ее в сыром виде, тем лучше. Углеводной 20-25%. Белковой 15-20%. Жиров от 5 до 10%. Предпочтение отдать топленому сливочному маслу, свиному салу, растительному маслу в свежем виде. В качестве приправы различные уксусы. Если хотите себе обеспечить здоровую, сладкую жизнь, то употребляйте больше горечи. Специи, пижма, крапива, полынь, лук, чеснок и другие. Если же хотите обеспечить себе болезни горькую жизнь, то употребляйте мучное, сладкое. Жидкость употребляется не позднее, чем за 10-15 минут до еды. И через 1,5-2 часа после еды. После еды двумя-тремя глотками просто водой прополоскать рот. В связи с постоянным обезбоживанием организма, начиная с утра натощах, надо в течение дня выпить не менее 1,5-2 литра чуть подсоленной воды. За 15-20 минут и через час-полтора после еды. Это 1 грамм соли на 1 литр воды. Дефицит соляной кислоты. Это нарушение синтеза белков, кальция, железа. Возможность поступления в организм избыточного количества патогенных бактерий. Так как желудок и в частности соляная кислота, это мощный санитарный барьер. Растительную пищу, салаты, винегрет и тому подобное принимать за 8-10 минут до приема углеводной или белковой пищи. Как правило, не смешивать углеводную пищу с белковой. Откажитесь от жареных блюд, жирных бульонов, пресного молока. Вместо молока лучше употреблять кефир. Копчености. Копченая колбаса, копченая рыба опасны еще тем, что, например, 50 грамм копченой колбасы оказывает на организм такое же действие, как одна пачка сигарет. А шпротты еще больше. Вот почему пищевые продукты надо не коптить и не жарить. А тушить, варить, запекать, готовить на пару. Очень трудно, особенно пожилым людям и больным, отказаться от мяса. Лишний раз поясняю. Мясо – это своего рода мина замедленного действия для организма. Дело в том, что мясо – мертвый продукт, в котором нет свободных электронов. И при жаре не образуются гетероциклические амины, способствующие резкому увеличению свободных радикалов, возникновению сердечных и онкологических заболеваний и нарушению обменных процессов. Далее, в мясе, обработанном особым способом – это ветчина, салями и тому подобное, содержится нитрит натрия, который в желудке превращается в нитрозамины, а это уже лейкемия, рак мозга и другие заболевания. Если уж вы хотите приготовить мясо, то это надо делать в микроволновой печи или в духовке. Про колбасы вообще можно не говорить. Там нет вообще мяса. И вообще, с возникновением любого заболевания или с возрастом, пора вообще отказаться от животной пищи. Ибо в телах животных, птиц, рыб происходят активные мутационные процессы. На которые организм тратит очень много энергии, чтобы нейтрализовать эти чужеродные вещества. Например, такая маленькая страна, как Боливия, через два месяца существования Макдональдс в стране, изгнала его и перешла на собственную национальную здоровую пищу. Сегодня ситуация питания того же Макдональдса это изготовление мёртвой, рафинированной, нашпигованной концентратами и другими вредными веществами пищи. Сама по себе такая пища несёт коды разрушения, ведущие к мутации клеток. Интересно знать, например, что США производят три группы продуктов для собственных нужд, для друзей из развитых европейских стран и для остального мира. Как вы думаете, какой пищей они раньше снабжали Россию? Правильно думаете, из третьей группы. В том числе эти знаменитые ножки Буша, которые они не едят, а нас постепенно отравляли, порождая болезни и сокращая нашу жизнь. Не готовьте и не садитесь за стол в гневе, а съеденной в это время пищи проку мало. Будьте всегда в добром расположении духа. Процесс переваривания – работа, требующая довольно больших усилий. Поэтому после особенно сильно обильной еды желательно 20-30 минут отдохнуть, но не спать. Принимать пищу не менее 3-4 раз в день понемногу. Лучше пропустить прием пищи, чем нагрузить желудок, который тоже должен отдыхать. Хотите поесть – выпейте воды. Вечерний прием пищи не позднее 18-19 часов местного времени. На ночь можно выпить сок, воду, кисломолочные продукты, кефир, простоквашу. Съесть фрукты. Один раз в неделю делать разгрузочные фруктовые, соковые дни. Во время заболеваний до нормализации температуры ничего не есть. Ничего не есть, кроме воды, соков. Съеденная пища должна быть компенсирована движениями. Старайтесь сделать так, чтобы свежеприготовленная пища была вся съедена. Повторный подогрев или использование через несколько часов делает ее мертвой. Принимать пищу и жидкости в горячем или холодном виде нежелательно. Их температура должна быть в пределах 30-38 градусов. Переход на указанный режим питания занимает от 3 до 6 месяцев. В этот период вы начнете обретать здоровье. Вот такая у нас сегодня получилась тема. Всем спасибо за внимание. Желаю всем отличного здоровья.